Книга открытым оком, тема мусульманства, вопрос 3242, 18 том. Чем отличается рай, о котором написано в Коране, от того, о котором говорит нам Библия? Отвечает Игнатий Тихмич Лавкин. Кавычки открыты. Никогда никому из западных учителей и идеологов не удавалось овладеть Азией, даже и на краткий срок. И это получилось только у одного западника. Западника не по плотскому рождению, но по своей власти над Западом. Это Иисус Христос, рожденный в Азии. Его власть распорстерлась над Средней Азией и Ближним Востоком, а частями и далее Великую Азию Египет и Абиссинию. Дальнейшему продвижению христианства на Восток помешал Ислам, отколовшая еврейско-христианская секта. Ислам стал валом между христианской передней Азией и Индией, но и здесь не без божьего промысла, относящего победу Христову над всем Востоком на будущие времена. С этим жестоким и насильственным Востоком, с магоментанством, еврейско-христианской ересью не могут отождествляться православные Балканы. Балканы должны стоять поверх такого Востока. С крестом на знамении Харугви сербские повстанцы вступили в неравный бой против знамени Полумесяца. С верой, что Христос сильнее Мухаммеда, что крест Христов сильнее Полумесяца, они победили Исламскую Азию. Тем они возвысили православные Балканы над магоментанским Востоком. Ислам, несомненно, духовнее язычествующего Запада, ведь он признает пост и молитву Бога и души. Естественно, что он духовнее интеллектуальной банды, осмеивающей пост и молитву, отрекающейся от Бога и души, стремящейся только к земному раю. Но Ислам и язычествующий Запад сродны одним – видением будущего рая. Видение. Действительно, мусульмане видят рай на небе, а не на земле, а западные язычники мечтают о рае на земле, а не на небе. Конечно, в топографическом смысле эти два рая весьма удалены друг от друга, но сущность их едина. Ведь и мусульмане, и западники считают раем полноту плотской жизни и полное удовлетворение своих плотских страстей. Чтобы стяжать такой рай, мусульмане изнуряют себя постом, молитвами и поклонами, а западники – псевдонаучными изысканиями и общественными переворотами. Что сказать о мучениях восточного и западного человечества на фоне огромных мучений ради несуществующей и неосуществимой цели? Нереально и неосуществима цель, которой стремится и ради которой мучится исламский мир Востока. Ведь нет на небе телесного и страстного рая. Неисполнима и недостижимая цель научного и безбожного Запада. Рай на земле есть рай без пророков. Такой рай не обещан и не пророчествован. Его не было и не будет. Рай там, где любовь. А любовь там, где есть родитель. Потому рай на небе, а не на земле. Рай нечувственный, но духовный. Не гаремный, но ангельский. Ислам, несмотря на то, что является одной из относительно высоких религий, совершенно не терпит учения о Боге, как о Святой Троице. В Коране такое понятие высмеивается. На мечети Амара в Иерусалиме высечена на стене такая заповедь. Правоверные, знайте, что Аллах не имеет сына. А именно, потому что по этой вере Бог не имеет сына. В Коране нигде не говорится о любви Божьей, но только о правде Божьей и милосердии. Несмотря на то, что почти все свои понятия Мухаммед подчеркнул из Ветхого Завета, он не заметил слов Всевышнего. Исайя 66, 9. Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь, или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог Твой. И этого не заметили не только Мухаммед, но и древние Ариане и современные унитарии. Любовь в одном лице не любовь, а самолюбие и себялюбие. Потому Мухаммед и не упоминает о любви в связи с Богом Аллахом, но только о праведности и милосердии. Святитель Николай Вилиймирович. 1 Коринфянам 2, 9. Кавычки закрыты. 1 Коринфянам 2, 9. Но, как написано, не видел того глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 2 Петра 2, 19. Обещают им свободу, будучи самым рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ефесянам 5, 6. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Колосин 2, 18. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрым и служением ангел, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надбиваясь плоским своим умом. Стихотворение. Успехи часто хуже, тем потери. Злодейство там по самую завязку. Так после пиршества лишь чешуя до перья, копыта от совец, шовыл греха увязли. Решает участь подданных подвластных по тайным кабинетам совещания. Но что им стоит интервью подсластить, а скрытое не вытащить клещами? Успешной сделке по поднятию цен. Барышники доход пересчитают, а сиротам и вдовам на нищету патент уменьшат заключенным урезанные пайки. Успешно трудятся в стране еретики. Расчет число сектантских главарей, но горе горько их плясками вопреки. Ждет у незримых адовых дверей. Успехом хвалятся спортсмены, чемпионы. А вовсе рядом пьянки и болезни. На допинках до гроба опьяненные. Мозги стрясли и выпрели болезнь. Признали раскрасавицу как низ, а ей вскружили голову пустую. Глядишь, год-два внезапно понеслись. Ее в колоде испутан тасуют. Успехи в добродетели не гаснут. Их не похитит никогда никто. Слова из Библии не анекдоты, пасень. Кто ими пользовался, выйдет на восток. Всегда успех приобретением будет. Благодеяние и милости щедрой. Конечно, путь святых опасен, труден, но семя малое взрастет диванским кедром. Всегда успех приобретением будет. В благодеянии и милости нещедрой. Конечно, путь святых опасен, труден, но семя малое взрастет диванским кедром. Успехи святости молитвой закрепи. Не ослабевай от поношений злостных. Росой благословение небо окропит. Налитые любовью желтые колоси. 2006 год. Игнатий Тихонович.